Добрый вечер, друзья! Давно не выходила в эфир. Ну, не знаю как давно, мне кажется, так давно. То дом убирала, то в тиран уездила в канадское посольство, а то, как-то адаптируясь к новому месту жительства. Не сильно хочется куда-то шарахаться. И какая-то реваная депрессуха штырит. К всему мне еще и прислали, привезли, вернее, девчонки краски. Рисую эти тарелки. Вот, люблю рисовать, немного релаксирую. А сегодня ночью шел дождь. Утром было так мило. Днем, конечно, солнце припекло. И сейчас тоже очень спокойно. Я решила пойти окунуться в море. Сегодня... Хай, хай. Добрый вечер. Хиду на море? Ага. Ты почистила? Да, да. Ты подруга ту? У нас-то горе спала. А, не. Я сама. Сама? Да. Добро. Добро. Я приду до вас на кафу. Окей. Окей. Вот. Окей. Так, это мой сосед, который американского Маркуса дядька. На кафу меня все зовет. Оказывается, его куча вон сзади меня. Вот это вот его куча. Вот. Окей. В общем, у меня каждый день новости, потому общаюсь со своими друзьями, со своей родиной. Сегодня я узнала замечательную новость. У меня есть подруга Валечка. Мы с ней землячки по Мариуполю. Только Валечка всю жизнь в Мариуполе прожила, а я в Мариуполе родилась и до пяти лет там жила. Вот. Мой братик в Мариуполе. Вот. В общем, это долгая история с моим Мариуполем. Сегодня еще одна хорошая новость. Валечка вытянула свою сестричку через все кордоны российские, Урдловские. Блин, конечно, прошла девочка очень сложный путь. Ехала, бежала вместе с собачкой. А ее как-то вывезли когда-то там, как это произошло, не знаю, в Яна Киева. Ну, в общем, там долгий путь. И вот она, к счастью, сегодня приехала в Киев. У нас еще одна, так сказать, находка, добыча. Мы еще спасли одного украинского человека. Это большое счастье. Вот. О чем я еще хочу сказать? Сижу, ковыряюсь после того, как сдала на визу, на вклейку паспорт. Теперь я вот только начала заниматься, ну, обдумыванием, куда ехать, в какую провинцию, как это работает. Потому что я не рассчитываю, что кто-то будет меня там тянуть, вывозить. Я, собственно, с начала войны, кто смотрит мой канал, знают, что я сама выбираюсь в это непростое время. Вот. И сейчас я не хочу ничего менять. Думаю, придет виза. Буду ехать. Может, одна, может, у меня подруга. Мы ее тоже подали на визу. Ну, немножко позже, чем меня. Я просто подалась сразу, а потом забросила. Думаю, так, Канада далеко. Не хочу я ехать далеко от дома. Я думаю, что сейчас быстренько постреляют. И я поеду домой, все закончится. А как я понимаю, что стрелять еще будут долго. Вот. И подалась здесь достаточно много знакомых и незнакомых людей. Я уже тут чисто такой написатель-анкетовка на канадскую визу. Ну, помогатель. Не написатель, а помогатель. Вот. Ну, дома у нас с подругой будем ехать. Наверное, все-таки вдвоем есть с кем поговорить и будет немножко морально легче. Вот. Сейчас залезла в фейсбучные группы, в ютубовские группы, в телеграм-группы. Слушаю, куда, как, какие-то там вдруг где-то отсыжу какой-то полезный совет. Так, тут очень, как всегда, развязка серьезная. Я переползу на другую сторону. И еще, может быть, какие-нибудь три слова скажу, когда переберусь. Ну, подойду к морю, что-нибудь расскажу. Ну, подойду. Сегодня, конечно, море и небо. Блин, классно. Наверное, это август месяц. Иду и вижу своих украинских девчат. Боже, на море не было, как переехала в этот дом. Соскучилась? А что ты мне не сказала? Нет? А, закат. А, круто. Пойду сейчас купаться. Боже, привет. Как всегда, добрый день. Как всегда, глаза в камере, а в камень чуть не вбилась. Это векуся. Сто лет не виделись. Сто лет мы не просим. Как тебе тут отдыхается? Мне нравится. Но хочу домой. Ну, конечно, второй месяц пришел. Но зато не бомбят. Господи, прости. Господи, прости. Вы знаете, пришла на море, показала вам весь путь. Естественно, с телефоном я не буду в него погружаться. Но сегодня, по-моему, море самое крутое. Я приехала сюда в июне, ну, 31 мая. И сегодня 13 августа. День рождения у моей подруги Танечки Еременко. Люблю тебя. И у моего друга Руслана Побожьего. Мой любимый татуировщик, который сейчас бурныть мою струну. Мою державу. Ну, только-то я сказала, что сегодня 13 августа. И вот сегодня вода, из которой я не хочу выходить. Я уже тут была и пойду заплыв. Показала вам. Пойду плавать. В первый раз вижу, что здесь на пляже играют в волейбол. Только с сыном вчера поговорили, что, типа, мы любим воду, но для нас вода для каждого своё. Типа, мы там как овощи лежим и плаваем. А он постоянно в воды играет. На турниках играет. В волейбол, футбол. Ну, у нас на гидропарке. И вот я сегодня вижу при закате солнца. Молодёжь играет, потому что днём тут забито, тут играть негде. А вот и на закате солнца народ играет. Очень мило. Я бы тоже сыграла.